я всех приветствую оставьте единички если вы меня видите слышите пожалуйста да меня видно и слышно время почти три часа я наверно могу начинать да всем здравствуйте я очень рада что вы пришли на наш интенсив и мне сегодня очень приятно поделиться с вами о системах солнцезащиты сначала я расскажу немножко семья я представлюсь меня зовут валентина отдельного я текстильный декоратор в профессии я больше 25 лет то есть весь свой опыт работы я занимаюсь шторм и текстильный моем опыте работы я с нуля создала швейное производство она сейчас одна из лучших москве сейчас я основатель и руководитель собственного бюро текстильной эстетики project вот я являюсь амбассадором бизнес-клуба грани что дает возможность мне сейчас делиться с вами знаниями я участник телепередачи азбука интерьера и в этом году я участвовал международной премии текстильных дизайнеров и декораторов страны с нг не было это новый опыт зачем году я буду снова участвовать ну я очень люблю текстиль я знаю люблю и как говорит как у шанель ищите женщина в платье нет платья нет женщины также с интерьером нет текстиля нет интерьера сегодня я расскажу о системах солнцезащиты их виды и особенности так как я занимаюсь текстильным то я буду рассказывать за внутренние о внутренних интерьерных системах солнцезащиты систем солнцезащиты это общее название для целого ряда решений главная функция которая заложена название это ограничение проникновения солнечного света и тепла свет в помещении очень важен и его должно быть достаточном количестве то есть избыточное солнце она будет мешать и также недостаток света тоже влияет на здоровье в регионах где короткий световой день мало солнца вопрос отсутствия солнцезащиты на окнах также может стать проблемой нежелательно хранить пробуждение или иногда бывают напротив дома и яркие канарей могут помешать крепкому сну одно из самых главных требований к современному жилью это высокий уровень комфорта до проживающих ним людей соответственно что вы играют на последнюю роль для создания этого комфорта самое начну рассказывать о системах солнцезащиты обычные шторы тюли шторы они также являются защитой от солнца звуков с улицы в чем преимущество именно этого вида здесь у нас очень большой выбор тканей для того чтобы сделать наш интерьеру не похожи на других и в общем очень большой выбор тюлевых тканей портьерных очень много видов отделки мы можем с помощью тюли штор сделать интерьер очень индивидуальным не похожим другие также шторами можно исправить цвет свет исправить какие-то ошибки при строительстве например цвет стен если было выкушение цвет то шторами можно оттенить и поправить условным минусом этого можно назвать уход за шторами то есть если это целый дом то шторы наступает период когда шторы надо снять и почистить или постирать но я называю это условным минусом потому что в наше время я могу рекомендовать иметь компании с которой сотрудничаю есть компании которые приезжают на объект делать чистку либо на месте либо снимают забирают потом приезжают и вешают то есть такого дискомфорта это может не создавать также большой выбор материалов из которого можем сделать это римские шторы лондонские австрийские французские это подъемные шторы для них нужен специальный карниз механизм механизм цепочного управления и используя эти шторы мы также можем выбрать множество вариантов материала эти шторы могут быть либо полупрозрачными и они будут пропускать свет как на фотографии либо могут быть плотными быть на подкладке blackout и также закрывать от солнечного света эти шторы минималистичные они часто используются в детских кабинетах когда рабочее место является продолжением подоконника здесь на картинке недавно сданный объект это шторы в кухне здесь очень хотелось сделать шторы обычные для того чтобы закрыть например батарею но ниша была сделана таким образом и кухня закончилась так что шторы в левом углу нам завести некуда сделали римский штор получилось лаконично удобно рабочей поверхности ничего не мешает что такое римские шторы это прямое полотно которое в собранном виде получается каскад складов для функционирования этих что есть специальные вставки которые помогают держать жесткость этой шторы можно использовать римские шторы и полупрозрачные плотные эти системы называется день-ночь для этого есть либо специальные карнизы специальные механизмы есть более бюджетные есть очень хорошие качественных хорошо работающие японские карнизы не хуже премиальная цена либо мы можем использовать два установленных карниза на котором чем достаточно каждая отдельная штора может подниматься и опускаться у каждой шторы будет свое управление если же говорить о системах день-ночь для римских штор там может быть одно управление цепочное в зависимости от того куда цепочку тянуть у нас будет подниматься и опускаться тонкая штора полупрозрачная ли вечернее время плотная штора римские шторы сейчас есть такие системы которые можно установить на раму то здесь установлены фотографии на проем мы можем установить на раму они будут работать по типу плиссе управление у таких штор ручка то есть мы снизу либо сверху можем поднять и опустить это нам экономит пространство но компактная эта система потому что шторы плиссе если рам открывается на проветривание шторы не будут отвисать в общем очень удобно тоже я люблю такие шторы рекомендую разновидностям таких подъемных штор коротко остановлюсь могут быть лондонские шторы они не более декоративный вид используются вертикальные складки которые могут быть каким-то украшательством туда могут вшиться другая ткань здесь использованы декоративные пуговицы но это же такое немножко другое стилистическое решение они также могут быть рабочими опускаться в общем лондонские шторы австрийские шторы австрийские шторы также могут быть рабочими могут опускаться закрывать проем от солнца они также являются более декоративные потому что при уже присутствует но присутствует драпировка могут быть полупрозрачными либо как здесь плотными для декора с отделкой еще есть французские шторы тоже есть любитель таких штор это каскад складок по всей шторе это густая такая сборка больше классическому стилю ну в то же время если заказчикам кажется что тюнок нет уж но можно сделать вот такие французские шторы ну и даже в современные интерьеры если мы какую-то определенную ткань выберем иногда это тоже можно предложить затем хочу сказать про японские панели это панельные шторы это прямое полотно она в отличие от римских шторм не собирается она двигается по карнизу вправо или влево зависимости от ширины длины карниз на таких панелей может быть 2 3 5 они могут быть статичными либо также ручное управление могут двигаться это очень интересное оформление она очень красивый сейчас списывается в современные интерьеры если очень такие лаконичные мужские интерьеры ну соответственно восточные интерьеры если актуально интерьере восточные темы эти шторы тоже можно сделать часть полупрозрачными часть плотными что защитит от взглядов и от солнца и плотно что он также можно двигаться закрываться для более плотной защиты конструктивный тех что такое что ну для этого конечно же нужно специальный парнис также с управлением обязательно есть утяжелительные пластины и также вертикально в боковые швы можно вставлять ребра жесткости что делает конструкцию более устойчивыми делали проект очень красиво получается современных интерьеров тоже рекомендую обратить внимание очень популярные часто используемые это рулонные шторы рулонные шторы это ровная полотна ткани которая управляется также цепочным механизмом управляя цепочку она наматывается на вал либо опускается также в зависимости от потребности рулонные шторы могут быть либо полупрозрачными пропускать солнечный свет либо могут быть плотными из ткани blackout мы их можем устанавливать на проем либо делать на раму современные ткани для рулонных штор могут быть разнообразными они могут быть на основе натуральных нити хлопка могут быть какими-то рисунками ну на практике я например люблю делать рулонные шторы какие-то нейтральные что по цвету подходили к интерьеру а декорировать все-таки можно совмещать делать рулонные шторы мир на проем а для декора делать шторы на балконах очень хорошо делать рулонные шторы потому что за ними они простые в ходе не требует много места у них бюджету они могут быть какими-то немными ровными шторм могут быть на проем либо могут быть слайд на я расскажу рулонные шторы могут быть мини-кассеты мини-кассеты у них большой плюс в том что с помощью них мы можем использовать сделать стопроцентной солнцезащиты если ткань мы выберем блокаут они крепятся на раму используйте специальные направляющие в этих направляющих у нас опускается или поднимается ткань вообще для того чтобы сделать стопроцентную солнцезащиту нужно внимательно даже если вы выбираете стопроцентный блокаут то есть ткань которая совсем не пропускает солнечный свет не всегда получается затемнить полностью помещение если это у нас шторы я вернусь к шторам то солнечный свет нужно быть внимательным если панорамные большие окна то световой поток у нас может быть либо по бокам либо снизу либо сверху то есть если бывает иногда у заказчиков обязательно пожелание чтобы было стопроцентное затемнение обязательно надо учитывать эти моменты но и допустим класть шторы на пол чтобы снизу убирать световой поток вверху тоже обращать внимание есть ли ниша или нет делаются на гребешки то есть в общем на это обращаем внимание повторю мало выбрать стопроцентный блокаут в рулонных шторах стопроцентных затемнений мы можем добиться повторю если используем если используем мини кассеты которые ходят направляющих потому что обычно если мы устанавливаем на проем то у нас получаются зазоры сбоку обязательно потому что механизм шире ткани всегда получается сверху может на цветовой поток еще есть такие шторы они называются день-ночь если честно не очень люблю для меня они как-то всегда выглядят дешево но тем не менее я про них рассказываю потому что они есть и иногда их выбирают рулоны шторы день-ночь это две параллельно установленные ткани которые имеют две полоски разной светопроницаемости и от управления когда вы передвигаете можно сделать что будет светлая полоса на цвет его на затемнение если мы передвигаем то плотная на плотная полоса передвигается и получается больше затемнений повторю это я считаю более бюджетный вариант жалюзи так я сейчас не вижу ваши комментарии у вас если есть вопросы вы пожалуйста мне пишите я к ним вернусь сейчас чтобы не отвлекаться я пока расскажу по плану жалюзи бывают вертикальные и горизонтальные вертикальные жалюзи они могут быть тканевыми или пластиковыми они могут устанавливать небольшое пространство они могут открывать на световой поток либо поворотом ломели либо сдвиганием этих штор вправо либо влево а горизонтальные жалюзи металлические они могут крепиться на раму это тоже бюджетный вариант металлические жалюзи ширина ломели может быть 16 25 а сейчас у некоторых поставщиков есть ломели 50 миллиметров что в общем то более таком бюджетном варианте если нету возможности финансовым сделать деревянные жалюзи тоже смотрится в принципе презентабельно то есть широкие ломели если большие окна то металлических жалюзей есть сейчас ширина ломели 50 миллиметров следующий деревянные горизонтальные жалюзи это более премиальный вид системы солнцезащиты деревянные жалюзи также можно устанавливать на раму с креплением внизу на тросиках если окна открываются на проветривании чтобы эти жалюзи не били об окно и не болтались что в общем занимает место неудобно деревянные жалюзи можно крепить на раму справа фотографии эти жалюзи стандартный размер 25 миллиметров слева в интерьере жалюзи 50 миллиметров то есть в интерьере это железы железы сделаны на проем здесь нестандартная конструкция превышающие размеры но она хорошо работает мы ее установили то есть можно делать большие размеры но поставщик как правило не дает гарантию то есть это не гарантийное изделие но тем не менее вот деревянные жалюзи она рабочая и вернусь справа фотография это фото из офиса поставщика то есть это более это премиальные виды жалюзи но есть в премиальном сегменте еще более премиальные чем отличается они могут делать разные размеры ламелей то есть в данном случае 35 миллиметров если большие окна и нам нужно сделать крепление на раму у нас сейчас проект то 25 миллиметров смотрится мелко мелковато 35 размер оптимальный этот производитель изготавливает изделие полностью под проект то есть сначала ламели изготавливаются нужного размера затем они только после этого красятся затем они собираются проходят несколько этапов контроля соответственно в данном случае мы получаем изделие очень качественное но она цена соответствует цене и увеличиваются сроки если изделие изготавливается таким образом заказ то мы можем эти жалюзи здесь у меня нет фотографии также делать на нестандартные оконные проемы то есть на арку можно на спошенные окна то есть деревянные жалюзи если у вас сложные окна в проекте хочется сделать такие жалюзи то возможность есть вертикальные жалюзи это наверное самый бюджетный вариант они могут быть тканевые, пластиковые более офисные в квартирах редко делают только если она совсем-совсем бюджет дальше хочу рассказать про шторы плиссе я например очень люблю в проекте использовать шторы плиссе мне нравятся такие шторы использовать в санузлах если это частные дома очень удобно потому что эти системы мы можем открывать и снизу и сверху поэтому чтобы постоянно утром или вечером не регулировать эти шторы их можно сверху приоткрыть мы будем видеть улицу будем видеть погоду, солнце но при этом нас не будут видеть с улицы потому что нижняя часть будет закрыта шторы плиссе какой у них минусы возможно в чем они проигрывают перед шторами или перед римскими шторами это есть несколько ну условно несколько вариантов тканей то есть несколько поставщиков в Москве и несколько каталогов то есть со шторами плиссе нет возможности сделать что-то не похожее но при этом это очень практичная, очень эргономичная система сейчас очень развивается печати на разных поверхностях вот я думаю что если очень нужно в проекте можно рассмотреть на рулонных либо плиссе печать ну а так для этих штор в отличие от существуют специальные патологии где представлены специальные гармошки тканей у них также шаг может быть поуже и пошире не помню какие расстояния сейчас не скажу еще есть система называется гофре то есть вот эта гармошка она как бы двойная условно как бы на подкладке что позволяет лучше держать складку еще шторы плиссе практически единственное решение которое можно использовать на нестандартных окнах на мансардных окнах потому что они крепятся на тросиках и могут быть разных форм то есть вот на такое арочное окно можно сделать то есть нижняя часть у нас будет рабочим а верхняя часть в этом окне она будет стационарная но тем не менее окно полностью закрыто в данном случае если не было задачи сделать много текстиля шторы плиссе позволяют сделать вот такие формы эти шторы плиссе можно сочетать с классическими штормами то есть например закрыть этого пространства вместо тюля можно установить плиссе как предыдущие на предыдущем фото римские были установлены в зоне кухни чтобы не мешали на рабочей поверхности также можно устанавливать плиссе но там в зависимости от задачи выбираем ли бы римский или шторы плиссе крепятся они на двух металлических карнизах натянут струны и через в ткани есть в этой гармошке есть отверстие через которое проходит струны для фиксации этих штур затем хочу рассказать такое новое наверное у нас направление в системы солнцезащитах это шатерсы шатерсы или ставни как их можно назвать основная функция конечно регулировка света ну и конечно же они несут декоративные функции то есть если в проекте есть необходимость сделать на окна вот такие конструкции то можно использовать шатерсы они немного можно сказать напоминают деревянные шалюзи но отличаются устройством работы скажем они либо складываются гармошкой либо могут как панели двигаться вправо либо влево материалы могут использоваться разные может быть пластик может быть натуральное дерево ну и конечно бюджет у таких изделий средний и выше средний еще очень интересные системы солнцезащиты зимний сад это когда большие панорамные окна и остекление потолочной части зимний сад это моторизированные системы для зимнего сада мы можем использовать шторы плесе которые ранее рассматривали на электродвигателях либо вот такие шторы которые напоминают римские шторы но они немножечко по-другому шьются там другие параметры вот как показано здесь на фотографии на схеме то есть в направляющих они электродвигателем двигаются поднимаются либо опускаются материалы могут использоваться если плесе то мы выбираем соответственно в каталогах тот эффект который нам нужен мы делали не блэкауты у нас было потолочное остекление на одном объекте мы использовали металлизированные шторы плесе выбрали светлый цвет белый свет отражает также солнечные лучи было очень жарко так как часть ну гостиной наверное можно назвать у заказчика было очень жарко в этой части помещения после установки даже не блэкаута а средней плотности штор плесе температура была приемлемая в этом помещении уже не было так жарко но повторю это было моторизировано если зимние сады то есть как и называются если это для растений то есть специальные материалы которые имеют фольгированную поверхность которая располагается ближе к стеклу для того чтобы соблюдать температуру в помещении для того чтобы меньше нагревалось помещение в общем системы зимний сад такие существуют и если есть такие задачи можно защищать от солнца помещение ну и вернусь к тому что практически все системы солнцезащиты которые я ранее перечислила они могут быть автоматизированы либо встроенной системы умный дом если такое имеется в доме либо в квартире либо просто установлены двигатели двигатель может быть подключен к проводам либо если ну лучше конечно предусмотреть чтобы заказчику потом не приходилось подзаряжать либо можно сделать на аккумуляторах на аккумуляторах мы можем делать и раздвижные шторы обычные и римские шторы можем делать и рулонные шторы все это очень удобно производители у нас на рынке есть самый такой известный французский зомфи премиум сегмент сейчас очень много предлагаются вариантов китайских двигателей это аэромотор в общем я всегда за эргономику я очень если понимаю что у заказчика есть возможность использовать электрокарнизы и допустим в таких помещениях как спальня будут пользоваться открывать и закрывать шторы в мое время рекомендую обращать внимание и ставить двигатели на карнизы управление может быть если предусмотрены провода управление может быть с кнопки которая установлена как выключатель с пульта либо сейчас очень удобно управление голосом даже если нет системы умного дома подключается через колонки Алисы и очень удобно даже в проводе говорить Алиса открой шторы или закрой шторы я прям вот рекомендую если есть система умного дома то можно даже без системы умного дома через приложение Алиса можно проектировать открывание и закрывание окон в отсутствие хозяина ну это плюсы умного дома так я по презентации все рассказала у меня есть вопросы сейчас рекламируют однорядный карниз профиль встроенный натяжный потолок без шторной ниши я считаю что это не очень хорошо для визуала так как видны защипы складки ленты за строчки что скажете по поводу карнизов которые устанавливают ну я более развернуто отвечу по поводу карнизов которые устанавливают потолочники у них есть несколько вариантов от самых бюджетных и ужасных которые они сами некорректно ставят не оставляют у них крючки, ролики и клиентам потом это более бюджетный вариант сложно находить крючки для того чтобы как-то повесить шторы если карниз профиль встраиваемый в натяжной потолок без ниши ну это может быть можно сделать красиво существуют разные системы навески штор то есть мы можем повесить складка волна шторы будут висеть в принципе презентабельно но там нужно понимать какие расстояния то есть насколько крючки выступают из этой системы и что получается видимым большой минус если заказчик хочет затемнение и блокаут то в данном случае вверху у нас обязательно будет цветовой засвет то есть вот в этих случаях эту систему я бы рекомендовала изгибать затем карнизы профили не обязательно устанавливать в нише в профиле есть декоративные стандартные декоративных цветов серые и черные их можно использовать у меня была объекция в доме ставили черные карнизы то есть там были черные элементы в освещении оно смотрелось как ну как декор шторы повесили тоже складка волна то есть повторю что ниша скрывает карнизы но нужно грамотно ее делать то есть если ниша невысокая до 8 сантиметров то все равно эти все строчки будут видны то есть мы же смотрим не на уровне что рассмотрим снизу поэтому если есть ниша то ее лучшее по 10-12 сантиметра видны защипы складки ленты но есть разные варианты пошива можно сделать ручную складку у которой не будет нижней строчки но я сейчас по пошиву термином могу засыпать если у вас есть вопрос в проекте более конкретные вы можете мне написать я обязательно вам отвечу тут мои контакты чтобы сейчас так валентина что посоветовать на окна в ванную однозначно что-то посоветовать а не могу потому что надо видеть какое-то окно ну повторю мне очень нравятся шторы пляссе они простые в уходе они занимают мало места их также можно открывать снизу и сверху они могут быть разной прозрачности то есть какие-то полупрозрачные можно выбрать варианты можно видеть что на улице а с улицы будут видны условно только силуэты это если можно сделать и римские шторы ну учитывая что в ванной влажность выбирать ткани которые полиэстеры которые не будут давать усадку где находится это окно в ванной насколько оно близко к ванной можно повесить классическую штору ну то есть штору в пол которая а на окно например римское то же самое пляссе то есть насколько нам нужно задекорировать это окно насколько нам нужно добавить красоты можем ли мы там есть ли место разместить ткани присылайте мне фотографии на ватсап я отвечу уже поточнее по каждому конкретному случаю юрий мне понравилась система вальс вертикальные тканевые жалюзи от уюта да вальс может использоваться в офисах она удобная с учетом того что используется ткань она скажем менее офисная что ли поуют тут вопрос вкусов и предпочтений я вертикальные жалюзи но только если заказчиков очень любит или совсем маленький бюджет так конечно шторы поуют так еще вопрос на карнизы которые ставят с натяжными потолками могут быть и двойными какие шторы мы сможем на них устанавливать карнизы которые предлагают потолочники они могут быть даст 2 ряд для предусмотрены для двух рядов штор какие минусы у таких вариантов во первых маленькое расстояние между направляющими то есть этого расстояния может быть недостаточно чтобы нам сделать какую-то красивую складку сейчас очень актуально часто шторы вешают на складке волна разными способами вбиваются либо шторные ленты либо специальные способы нарезки какие еще минусы ну самое из минусов какие ограничения по весу и по складке ну вот по складке да если по весу я не знаю нужно смотреть какой именно это карниз потому что есть вот на конференции общалась с поставщиками невада есть уже более современные конструкции этих шторопотолочников и они могут выдерживать наверное конструкции складка сборка на шторной ленте стандартная вот она наверное туда будет хорошо если делать складки волна то тут надо смотреть именно какое расстояние есть ли тюль либо тюль можно сделать сборку на шторной ленте а что сделать на этой складке волна я могу как бы на пальцах мне сложно показать эту складку также напишите я пришлю если кому интересно как это выглядит вообще что такое это складка волна обращение по весу ну по весу тут вопрос крепили же их потолочники насколько корректно они закрепили в любом случае даже общаясь с потолочниками фирмы невада они могут сделать просто чистую нишу затянуть ее потолочной тканью то есть по запросу оставить все сделать закладные оставить все правильные расстояния согласовав их с вами либо если у вас текстильный декоратор вы сотрудничаете с ним все вот эти расстояния чтобы потом установить профили в шторах кроме расстояния еще очень важно чтобы шторы хорошо двигались чтобы не дергать их а чтобы они летали можно сказать по этим направляющим поэтому карнизы которые предлагаю я я знаю что они хорошо работают но опять же есть разные ценовые категории даже профили они условно там не знаю 500 рублей и могут быть дороже то есть цена как бы говорит также о том что карнизы будут в разной проходимости вот что-нибудь спросите у меня еще есть ли еще вопросы я хочу рассказать про наш бизнес-клуб грань я в бизнес-клубе грань больше года наверное около двух лет я являюсь амбассадором клуба за что очень большое спасибо бизнес-клуб дает мне возможность быть спикером дает возможность делиться своими знаниями у меня это очень важно мне уже очень нравится выступать за что большое спасибо Евгению поэтому я если вы присматриваетесь очень рекомендую девчонки все с кем мы общаемся все это время мы все видим насколько у нас уже другой уровень насколько мы выросли как мы увереннее выступаем как у нас дела в нашем бизнесе я когда вступала в клуб грань у меня вообще я выбирала чем мне дальше заниматься имея большой опыт работы в шторах я закончила курс агента недвижимости и я была скажем так на распутье что же мне делать изучать новую профессию или применить знания которые я знаю я попала на конференцию познакомилась с девчонками с которыми дружим и можно сказать я уже четко определилась что те знания которые у меня есть тот опыт который я наработала в текстильном деле мне стало жалко его скажем так забыть и развивать какое-то новое дело я поняла что это важно и это нужно я открыла свое дело у меня свой салон у меня своя студия я сейчас растут занимаюсь тем что я в поисках и найми сотрудников то есть я расту развиваюсь и ну грани очень помогли и мне нравится то чем я сейчас занимаюсь в каком я направлении вот спасибо большое еще еще мои контакты я открою если у кого-то в проектах сейчас есть вопросы по текстилю любые какую выбрать ткань какую сделать ниши какого поставщика выбрать электрокарниз там не знаю любой любой вопрос на стадии проекта либо на стадии реализации вы обращайтесь я всегда помогаю отвечаю на вопросы именно с проектами ну и конечно помогу с реализацией потому что у меня для этого очень много возможностей у меня салон после выставки я комплектовала наверное не знаю миллионам тканей красивых поэтому я буду рада помочь вам с проектами все да красот очень здорово когда находишь дело по душе да на самом деле я сейчас узнаю что у меня бы конечно в агентство по недвижимости тоже были бы успехи но мне нравится заниматься тканями то есть я ткани люблю я очень хорошо знаю технологию пошива потому что я занималась управлением шторного швейного производства вот желаю всем удачи в проектах желаю всем платежеспособность заказчиков ну и чтобы вас все радовало и не расстраивало дождливая погода подписывайтесь на мой канал на запрещенную соцсеть также грани помогают расти и развиваться упаковывать свои соцсети вот и в все и и в в и в Продолжение следует...